Ребята, привет. Спасибо, что у вас еще сколько-то осталось. Давайте начнем. Наверное, для менеджера продукта самое интересное в жизни – это делать что-то новое. И вот я всю свою жизнь делал B2C продукты для пользователей, причем бесплатные. И вот как-то меня так угораздило пойти в B2B. И вот сейчас я попробую немножко про это порассказывать. Собственно, наверное, многие меня не знают, кто я такой. Начинал я как программист, когда это умел программировать. Потом был менеджером проектов. И после этого я узнал, что такое продуктовая разработка. Стал продуктологом. Делал два гиз для IOS. Занимался интернет-банкингом. Выпускал для карты кукуруза, карты Beeline, мобильные приложения и прочее. Сделал продуктовую команду. А сейчас я в Яндексе делаю браузер для бизнеса. Собственно, наверное, сейчас мне надо узнать, что вам интересно. Кто-то из вас делает продукты чисто B2C, то есть только для конечных клиентов. Поднимите руку. А вот вы готовы свой продукт продать на B2B рынке сейчас? Вот тем, кто не готов, я могу сказать, что это точно можно сделать. Я просто уверен, что любой продукт успешный B2C можно перепрофилировать и продать на B2B рынке. Можно с вами поспорить, может быть быстро скажут что-то, что точно нельзя никак на B2B рынке продать. Скажите? Нет людей. Я тут потренировался, подумал там всякие варианты, там порносайт, там еще что-то и для всего придумывал применение. Ну ладно, давайте дальше. А раз его продать на B2B рынке можно, то почему вы это не делаете? Это же деньги, зачем вы их не берете, они на полу лежат. Я, собственно, расскажу на примере Яндекс.Браузера. То есть что такое Яндекс.Браузер? Это 12 миллионов дневная аудитория, 30 миллионов месячная аудитория. Это 21% рынка России по браузерам, второй популярности браузер. Это все популярные платформы, соответственно, и мы монетизируемся за счет того, что увеличиваем поисковую долю Яндекса, продукт полностью бесплатный, без рекламы, то есть, соответственно, сам по себе не монетизируется. И, собственно, вот загадка небольшая. Тут график с долей двух браузеров. Как вы думаете, что это за браузеры? Так, правильно, внизу интернет-эксплорер, а вверху? Вверху Яндекс.Браузер. В чем особенность? В выходные дни доля выше, а в будние дни доля ниже. То есть Яндекс.Браузер это браузер для развлечений. И, собственно, если посмотреть на этот график, видно, что если просто взять эту долю и уравнять, то это плюс 3% пункта, и это больше где-то 1,25 миллиона пользователей ежедневно. То есть это дофига, надо расти, надо это все забирать. А для этого нужно выходить на корпоративный рынок с нашим браузером. Ну, для начала нужно примерно прикинуть, какой у него размер. То есть размер корпоративного рынка, число белых воротничков, офисных сотрудников, это 30 миллионов человек в России. И только в России, если смотреть. Вот. Но дальше возникает вопрос, как, собственно, бесплатный продукт продать компании. И для этого нужно понять вообще, что такое компании, какие они бывают. Во-первых, бывают такие вот супермаленькие компании. Там один-два человека сидят где-то в офисе, не знаю, там страховки продают. Вот он сидит за компьютером, он там браузер сам себе поставил, и на него и так наша дистрибьюция отлично работает. Он, скорее всего, с вероятностью 21% поставил так Яндекс.Браузер. Второе — это компании побольше. Тут появляется такой интересный персонаж с бубном. Зовут его системный администратор. Это такой локальный IT-специалист, гуру, который всем ставит софт, в том числе браузер. И, по сути, он своим решением сам может поставить всем какой-то браузер, например, Яндекс или другой браузер. Вот. А следующее — это середнячки. Самая моя любимая тема. Там все решения по установке софта принимают профильные комитеты, информационная безопасность, эксплуатация и еще множество-множество всяких интересных людей. Согласования идут просто годами, при том, что это компании не такие уж и большие, там, от 250 и больше человек. Ну и третье — это, собственно, суперкрупняк. Там все решения принимаются как-то так. То есть на совершенно абсолютно высшем уровне, и на это повлиять достаточно сложно. Вот. Ну, то есть если прорезюмировать. Супер мелкие компании и так сами поставят побольше. Нужно дружить с админом, он принимает решения, еще побольше, там, комитеты, и все сложно. А дальше, ну, исключительно вот на высшем уровне. И если посмотреть, сколько стоит нам привлечение клиента, в зависимости от того, какой размер компании, видно, что этот график выглядит так. Он сначала достаточно медленно растет, потом просто уходит в облака. И там нужно использовать каких-нибудь VIP-созов, проводить мероприятия. Это очень-очень дорого. И, с другой стороны, время внедрения. Оно выглядит примерно так же. То есть в одном случае это взял сам себе и поставил, а в другом случае это годы, согласования и длинный проект. Как мы с этим решили работать? А, во-первых, мы решили, что вот те ребята, которые более-менее самостоятельные, с ними мы работать умеем, мы умеем за счет того, что делаем отличный продукт. Мы его делаем, он им нравится, они его все ставят. Вторые ребята, у них система принятия решений другая. И мы, как продуктовая компания, в нее вписываемся достаточно плохо. Но при этом на рынке есть такие ребята, как системные интеграторы. Они умеют работать с этими гигантами бизнеса, договариваться и им продукт устанавливать. Нужно просто с ними запартнериться, договориться, найти общие точки, и они нам помогут. То есть начнем, наверное, с партнерства, как, скажем, более простая часть. Тут тоже такой для меня был челлендж. Я начал ездить к разным системным интеграторам, важным дядькам в пиджаках, с галстуками, красивыми визитками. Вот примерно вот в таком я виде к ним ездил. Приходил в их кабинет и садился с ними, разговаривал и пытался понять, в чем же дело, что им нужно вообще, зачем им это нужно. И главный вопрос, который у меня все начинали, они говорят, там, Дима, привет, а зачем нам вообще ваш браузер, он же у вас бесплатный. Как мы его продадим-то? И дальше все состояло в том, чтобы послушать этих ребят, узнать, в чем вообще их проблемы, чем они занимаются, как они к клиенту приходятся, к чем сталкиваются, и найти что-то, за счет чего браузер им может пригодиться. То есть понятно, что они сначала воспринимали меня как человека, который хочет прийти и там либо им заплатить за то, что мы браузер поставим, то есть они не догадываются, насколько это низко профитей было, это дело. Или еще какая-то такая схема, в которой Яндекс каким-то образом им это компенсирует. А по факту нужно было посмотреть, где в их бизнесе у них возникают потери при работе с клиентами. Например, они приходят, ставят свою CRM, она там не работает в интернет-эксплорере, им приходится так или иначе хром накатывать. Или, допустим, они что-то сделали, а с новым обновлением Microsoft оно больше не работает. И нам нужно было с ними договориться о какой-то бизнес-модели, когда им это выгодно. Сразу так расскажу, что по сути, это я понял, наверное, встреча с пятой. Каждый из этих ребят, с кем я встречался, у него есть некий KPI, который в чем-то выражается. И нужно просто в разговоре с ним напрямую или косвенно узнать, в чем собственно заключается его KPI, в чем лично он для себя получает прибыль, там и его сотрудники. И понять, как конкретно браузер может на этот KPI сработать. После этого я сформулировал некое предложение, чем вам может помочь Яндекс.Браузер. Мы там подготовили с ребятами из дистрибуции презентацию. Сейчас сходим более подготовлено на все вот эти встречи, но все равно это все очень интересно. Недавно у нас был человек, который рассказывал на тему, что весь этот бизнес живет на откатах, там еще что-то, они все странные, разные, интересные. С ними нужно общаться, пытаться их понять. Ну и так, если сформулировать наши преимущества, что мы им предлагаем? Мы предлагаем им для их клиентов сделать кастенный браузер, который будет внешне заточен под них, которым будут интегрированы все системы, которые интегратор ставит своим клиентам. Они будут гарантированно работать, добавить дополнительные какие-то фишки. И интегратор заработает, во-первых, на самом процессе объединения всего в едином окне, во-вторых, на дописании некоторых систем у заказчика, которые с браузером будут интегрироваться. И, собственно, вот у нас уже есть одно заключенное соглашение с ланит интеграцией, и на подходе у нас еще будет несколько соглашений. Но при этом, если у вас есть какие-то идеи, и вы хотите тоже с нами дружить, вы производитель ПО или интегратор, подходите после встречи ко мне, тоже с вами все это обсудим. Ну и вторая часть, она для меня интереснее, но, с другой стороны, как бы и то, и другое в этом продукте одинаково важно. Это, собственно, как мы сделаем свой продукт приятным вот для тех маленьких компаний, системных администраторов, которые на местах ставят Яндекс.Браузер. Тут нужно понимать, что этот рынок там тоже существует, там у него тоже есть известный размер, и там мы можем найти миллионы пользователей. Для этого мы провели глубинное интервью с системными администраторами. Наша задача была понять, то есть, чем они сейчас пользуются, почему они тот или иной софт выбирают, с какими проблемами сталкиваются, где время теряют, в чем мотивация их работы и так далее. Выглядело это примерно так, то есть там стекло непрозрачное рассказывает про свою тяжелую жизнь, про то, как его там, не знаю, там расстраивают пользователи, которые ставят софт, который не нужно ставить, или наоборот радуют, когда благодаря этого за работу нашли очень много всяких интересных инсайтов. Например, один системный администратор признался нам, что он ставит Chrome потому, что три года назад после установки Google Chrome он говорил, вы восхитительны. Вот сейчас он уже так не говорит, но он когда-то говорил, администратора запомнил, и вот для него это вы восхитительны всплывает в памяти каждый раз, когда он ставит кому-то Google Chrome. До нас даже была гипотеза, мы вставили ее в исследование, а может быть нам нужно тоже что-то такое эмоциональное добавить, но там как бы не прокрасилось. Второе – это онлайн-опрос. Собственно, после проведения глубинных интервью в нескольких городах мы сформулировали вопросы, в том числе накидали там некоторые продуктовые гипотезы, типа, если бы мы вот такую фишечку сделали, если бы вот такую, как бы к этому отнеслись. И тоже там 510 человек опросили. Выглядит не очень много, но вообще по факту 510 администраторов – это дофига. Их очень сложно найти, их не так много в принципе в мире, в России тем более. И параллельно мы сделали некий МВП. У нас была какая-то версия, которая такая типа для админов, которую можно удаленно раскатывать. Мы сделали вот там за вечер лендинг, поставили его публично, трафик на него никак не закупали, но сколько-то человек приходило, там у нас новостей о том, как мы с кем-то запартнерились, еще с чего-то, и какие-то нам письма писали, с проблемами сталкивались, тоже полезная обратная связь. Собственно, что мы выяснили про админов? Админы достаточно рациональные ребята. Суть такая, если админ сегодня что-то делает, он это делает для того, чтобы меньше работать завтра. Это вот самая главная мотивация системного администратора. Это на самом деле правильно. Второе, он не хочет рисковать. То есть если что-то предполагает возможные проблемы в будущем, это противоположено первому утверждению, он это делать не будет. Ну и еще у него есть такая особенность, он хочет все контролировать, чтобы софт там не обновлялся, чтобы пользователь не порвать против настройки, тоже примерно на это же работает. Есть еще некий такой скрытый мотив. Выглядит он так. Так, вот я админ, я такой гуру айтишный в компании, в которой все не айтишники. И я хочу, чтобы мое ощущение того, что я классный и очень значимый, оно там развивалось. Причем иногда это доходило до вахтерского синдрома вахтера, когда админ там следил, чтобы сотрудники работали на работе и не посещали социальные сети, хотя никто ему из руководства никогда об этом не говорил, никогда не просил. И, собственно, мы придумали продукт, который бы админу жизнь улучшил. Придумали достаточно много всего, но взяли из этого исключительно MVP. Как делали MVP? Посмотрели, что у нас браузер и так уже умеет в рамках всяких программ работы с партнерами, какие-то там кастомизации и тому подобные вещи. Выбрали из них то, что кажется админом интересно и собрали некий прототип, ну то есть MVP. Что это MVP умеет? Во-первых, оно устанавливается на все компьютеры по сети, автоматически за счет стандартных возможностей Windows. Потом можно там добавить сразу отблокеры и прочие расширения, то есть чтобы потом их отдельно не достанавливать. Можно удаленно управлять с помощью групповых политик. И, собственно, кроме того, вот этих частей, которые работают на экономию времени, мы добавили некие суперсилы для админа. То есть, во-первых, это браузер кастомный. Он выглядит так, как админу нравится, с логотипом компании, еще что-то. Это некий эксклюзив. То есть вот только вот этот администратор может установить этот классный браузер, никто другой так не сделает. И еще мы сделали так, чтобы настройки, которые админ сам поставил. Их нельзя было пользователю поменять. То есть потому что ну это же админ сделал, он же лучше понимает. Вот. И сейчас я вам покажу. Вообще у меня была идея. Я хотел показать интерактивное live-демо. Как это все работает офигенно. Вот. У нас есть демка. Она уже там месяца два более-менее нормально крутится. И как раз вчера решили разработчики ее перенести на другой, более лучший сервер. Ну, они молодцы. Вот. И конкретно сегодня не работает. Вот. Поэтому я вот делал презентацию вчера весь день. Думаю, вот вставлю видео, вставлю, 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 до последнего момента. Вот, типа, картинка. Да. То есть что это такое? Это визивик, конфигуратор. Позволяет настроить браузер. Слева видно браузер, справа настройки. Все в реальном времени меняется. Такая классная игрушка. Еще одна идея у нас, что админ залипнет. Он поиграет в нее, понастраивает. Потом он скачивает себе этот браузер. И он его точно поставит. Он же только что, во-первых, инвестировал в него, строил. Во-вторых, он поиграл себе в визивик, который сам по себе интересный, там все летает. И поставит себе, посмотрит, а потом, может быть, идти на всю сеть свою раскатит. Что у нас, какие дальнейшие планы? Соответственно, выпускаем этот МВП, смотрим на обратную связь, смотрим на наши KPI. Если вдруг не летит, ну, ничего страшного, хороним, придумываем другую идею. То есть то, что рынок есть, мы уже знаем. Как-то мы на него выйдем. Так или там по-другому. Ну, и, собственно, с кем мы уже попартнерились. То есть, во-первых, Сбербанк России. Был пресс-релиз, сейчас установлен у них Яндекс.Браузер. Во-вторых, это правительство Москвы, с ними работаем. И, в-третьих, банк, Транскапитал Банк. Чему я научился из всего этого? Вот это, на самом деле, будут все баяны. Они выглядят так, я как бы и раньше знал, но сейчас это на себе прочувствовал. То есть, первое, чем дальше ты уходишь от B2C, тем дальше лицо, которое решение поставить браузер, отличается от лица, который им будет пользоваться. И мотивы у него совершенно другие. И вторая вещь. Считается, что в B2B все такие рациональные агенты, у них нет эмоций, они поступают правильно. В принципе, да, B2B, оно рациональнее, но на самом деле эмоции там огромную роль играют. То есть, там, на встрече, заинтересовав человека, с которым ты беседуешь с чем-то, там, не знаю, какой-то мелкой фичей браузера, можно легко изменить просто полностью тон встречи и перевести ее из такого. Ну, нам это не интересно в ситуации, когда мы подписываем соглашение с компанией. Дальше. Очень классно быть белой вороной. Сначала я расстраивался, что такой из пиджака пришел, там, ребята серьезные. А потом я понял, что в этом вся фишка и состоит. Когда ты приходишь, ты, там, человек из Яндекса, выглядящий неформально, там, разговариваешься, но ты, там, показывающий картинки какие-то, там, переспрашивающий, спрашиваешь, типа, знаете, ребята, я вот что-то идиот, не понимаю, о чем вы говорите, расскажите, пожалуйста, что вы в виду имеете. К этому люди относятся очень хорошо. То есть они видят, это необычный для них self-speech, когда к ним приходят и пытаются что-то втюхать. Они видят заинтересованность, им это нравится, то есть не комплексуйте в этом плане. И, ну, важно, конечно, спрашивать и ничего не предлагать. То есть ваша задача выслушать пользователя своего будущего и понять, как вы ему поможете, и там, предложить ему какой-то вариант помощи. Вот. И, ну, собственно, вы выясняете, как ему помочь. И суть такая, что поскольку принимают решения разные люди, и у каждой фракции в компании есть свои интересы, там, безопасников одни, в эксплуатации другие, вам нужно каждый из них найти подход и переформулировать предложение конкретно под них. То есть там пользователю вы даете быстрый, надежный браузер, как у него дома. Администратору вы даете меньше работы, которую он тратит на настройку, администрирование и тому подобное, меньше вопросов от пользователей. Директору вы даете импортозамещение, надежность, безопасность и тому подобное, экономию денег за счет того, что сотрудники, там, не связаться в социальных сетях. Ну и главный вывод, собственно, B2B и B2C, они по факту не отличаются. Задача у вас абсолютно везде идентична. Вы находите пользователя, делаете ему хорошо. Ну, собственно, все. Так, ну и, конечно же, мы нанимаем. То есть подходите вот к Диме Димко. Вот он стоит в белой майке. И он вам расскажет про офигенную нашу вакансию руководителя продуктов. Ну и все, спасибо. Вопросы. Спасибо за доклад. У меня на самом деле три вопроса. Я постараюсь кратко. Первый вопрос. Ты сказал, что фактически под каждый сегмент, под каждую корпорацию вы пытаетесь найти уникальные фичи и сделать какую-то уникальную сборку. Отсюда возникает вопрос. У вас, получается, не один браузер, а очень много. Как у вас построена система поддержки и развития всей тесты, мерджи и прочие вещи? Отличный вопрос. Я, видимо, не очень хорошо моменты отразил. Вот я рассказывал про веб-интегратор, о, все ценных интеграторов. В чем суть? У нас есть базовый браузер, и мы хотим, чтобы вот эти все кастомизации под конкретные компании делали интеграторы, а мы им даем интерфейсы. И ответственность за тестирование и так далее ложится на них, а за нас за поддержку интерфейсов. Окей, я понял. Тогда, наверное, не знаю, актуальны или нет вопросы. Первая история. Ну, очевидно, что очень много софта в крупных корпорациях написано достаточно давно, и по политике безопасности и прочим вещам корпораты используют старые операционные системы, интеграции с EA и прочие вещи. Вот, насколько я понимаю, Яндекс Браузер достаточно динамически развивающийся продукт. Как у вас построена история с покрытием таких редких кейсов? Да, потому что это явно в теме. Смотри, про EA действительно всем интересно. Мы пока придумали такую простую вещь. Есть политика, и администратор задает для каких-то мармов, нужен обязательно EA. Если пользователь туда зашел, автоматически поднимается в интернет-эксплорер, пользователь в нем делает свои дела, закрывает его и продолжает работать у нас. Если она вдруг полетит, эта штука… Ну, тут понимать нужно, что рынок EA постоянно уменьшается. Просто Microsoft его уже не поддерживает. Если она полетит, мы сделаем более глубокую интеграцию. Например, рендеры строим в SEO-браузер. Пока просто не нужно. Окей, и последний вопрос. Такой самый интересный, наверное. Сейчас идет тренд на импорт-возамещение. Первый самый основной ключ – это отечественная криптография. Отсюда два момента. Первое, как у вас с этим обстоят дела, при том, что на рынке достаточно… Есть несколько вариантов решения этой задачи. Второе, при получении стандартизации на криптографические услуги, по факту проект замораживается в плане разработки на какое-то время, потому что надо просто выдерживать там регламент. Очевидно, что это очень сильно влияет на качество развития продукта. Как вы такую услугу продаете, если продаете? Да, сразу видно, человек в теме. Смотри, мы не делаем то, что называется криптопровайдер, по-русски из КЗИ, но есть ребята на рынке, которые делают. Да, да, и мы можем просто с ними интегрироваться. То есть мы сами не будем… Ты на графике рисовал, что потенциальный объем аудитории, дополнительный в DAO, у тебя 1,75 миллиона, по-моему, получился. 1,25. Сейчас сколько? Какой результат вот этого? Я показал, что эксклюзивный кадр консекуратора, который скоро будет. Пока продукт не выпущен на рынок. Так, ну, собственно, про Сбербанк и другие очень крупные компании. Они на самом деле… Вы же все, наверное, понимаете, что в Сбербанке не работает даже 250 тысяч человек, там их меньше. И эти компании не дадут того эффекта. Мы рассчитываем на вот этот эффект увеличения доли за счет того, что нас будут ставить множество маленьких компаний, в том числе за счет успешных историй с крупняком. То есть мы интегрируемся в Сбербанк, это сигнал рынку, что браузер безопасный, что он подходит для любого банка, поскольку в Сбербанке нормы безопасности очень высокие. Мы интегрируемся с сети магазинов, это сигнал для любых других ритейлеров, что с нами тоже можно дружить. То есть вот это такая игра. Мне больше интересна часть про исследование. Расскажи, пожалуйста, ты говорил, что въездил вместе с менеджером по продажам к ребятам, которые занимаются дистрибуцией, соответственно. Интересно, ты всегда это делаешь, либо это в качестве какого-то интервью, сколько поездок ты сделал, как-то ты их делил на какие-то группы, чтобы понять, вот к этим я и поеду, к этим я не поеду. Как ты для себя вообще решил? Да, я рассчитываю, что когда-нибудь мне не нужно будет ездить на все эти встречи, на каждой этой встрече. Я смогу их там протяжать в офисе, работе и заниматься. Но пока я езжу максимально на все, что только можно, мне важно получить информацию и услышать разные мнения разных компаний. То есть мне пока это очень интересно и очень нужно для работы. Езжу на все встречи, их очень много, там десятки. Ну вот как-то так. Можно к этому же вопросу. Строил ли ты персоны модели, cgm? В общем, использовали дизайн мышления для того, чтобы понять, кто твои персоны, какие у них потребности и там дальше, какой продукт им нужен. Или это пока было начало, там глубина интервью? Да, я использовал дизайн мышления. Есть описание персон, причем как в маленьких компаниях, так в крупных. Там пробие персоны непосредственно админа. Есть, допустим, руководитель этого админа. Там бабушка-бухгалтер, который важно, чтобы все работало как раньше. Там и просто обычный сотрудник. То есть, да, все это использовал. Спасибо. Спасибо за презентацию. Я тоже являюсь продакт-менеджером в B2B, но в мобильном. Можете рассказать, что у вас происходит с B2B-шным Яндекс.Браузером именно в мобильном сигнале? Как таковой для телефона корпоративный браузер, он не очень нужен. Все-таки телефон личная вещь, он в редких подключен к VPN, внутренней сети и тому подобное. Но есть кейс с планшетами. То есть, раньше все массово закупали себе iPad и с ними ходили, сейчас закупают массово Android из-за той же криптографии. Вероятно, у нас будет версия корпоративного браузера для площадок. Так, у меня был где-то тут кадр на эту тему. Да, да, все догадались, да. Ну, на самом деле, Путин, конечно, не участвовал. Но Сбербанк – это один из акционеров. Стоп, конечно, без денег, да? Ну, я надеюсь, да. Вообще, проект с Сбербанком был достаточно такой длинный и большой. То есть, мало того, что надо было договориться. То есть, ребята на большом уровне сказали, что вроде бы можно попробовать. А дальше была там серия встречи, мы рисовали планы, там реально, глаза просто лезли на лоб. Я вписывал в бумажку, что вот этот этап будет через два года. Ну, то есть, в общем, такие планы просто страшно рисовать непримечные для продукт-менеджеров, которые любят по-стартапиться и запустить что-нибудь, какой-нибудь MVP через две недели. Но, в общем, как итог, все получилось. И вот этим проектом сначала я занимался, и вот потом Дима занимался. Вот мы за это время его смогли... Ну, как, давай не буду говорить, просто много кто. Ну, то есть, на уровне двух компаний мы решили, что так можно будет, что надо попробовать. Потом уже приехали туда в Сбербанк, там уже были безопасники Сбербанка, там были те, кто встречают за рабочие места людей. Мы поговорили, обсудили, что мы можем для них сделать и насколько мы должны соответствовать их требованиям. Собрали требования, и у нас все получилось. Ну, то есть, понятно, что недостаточно просто договориться. То есть, нам скорее сказали, что идите попробуйте, и пустили в Сбербанк, ну, типа, дверь открыли. А Сбербанк дал вам уже какую-то обратную связь? Ну, то есть, продуктивность-то выросла у них? Да, Сбербанку нравится, они собирают обратную связь, но мы внедрились, браузер установлен, но, типа, еще не все люди в Сбербанке поняли, что он у них появился и им пользуется. Это процесс медленный. Там через, наверное, месяца два-три у нас будет весь ситбэк. Пока у нас есть ситбэк от их айтишников, которым поставили Сбербанк. Они очень счастливы, у них был интернет-эксплорер, теперь у них браузер есть. И, собственно, вот. Ну, и вообще, понятно, что я один человек из команды, а команда большая, очень много людей работает, им всем огромное спасибо. Вот Дима правильно говорит, он два года назад еще начинал, собственно, этим заниматься. Спасибо. Нет, секундочку. Денис, кто? Да, сейчас по-минусу скажу. Минус, Денис. Здесь тогда, да, это, наверное, был последний вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ . АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...